А перед началом ролика хотел бы вам посмотреть очень интересную группу, студия дизайна. Это пацанчик, который делает очень классное оформление, превьюшки. Также у него в группе есть полезные, получается, плюшки для превьюх, всякие пенгетом штуки. Поэтому всем советую подписаться на мою группу. Реально очень много товаров. Создание дискорда, оформление ТВ, оформление ВК, оформление Ютуба, превьюхи, монтаж видео, пацаны. Очень большой спектр услуг, поэтому кому это всё интересно, ссылка будет в описании. Переходите, подписывайтесь и заказывайте у него то, что вам нужно. Ой, сейчас буду рейстики катать, я-маю. Всем пацаны, здорово, всем привет. Как дела, як справы. Я думаю, у вас хорошее настроение. Надеюсь, у меня тоже будет хорошее настроение сегодня. И мы запишем очень хороший видосик. Поэтому, пацаны, залетайте просто, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будет всё по кайфу. Но я буду сейчас брать фуру и работать дальнобойщиком. Сегодня мы покатаемся по новым дорогам, по новым точкам. Посмотрим вообще, как это выглядит, что оно из себя представляет. У меня закончилась хипка. Гелик, если что, это не мой, мне надо его отдать. Короче, пацаны, берём магнум. Сейчас посмотрим целочку. О, ебать, дядя, целочка, конечно, у нас тут хреновенькая, да? Ремок нету, сейчас купим. Самая большая проблема, пацаны, знаете, какая после обновления? Это то, что у меня на магнуме пропала гидравлика. Хотя она у меня была. Я понимаю то, что, возможно, они специально это сделали, либо это бах какой-то. Если что, гидравлика пропала не только у меня, а у всех, у кого была гидравлика на личной машине. Если что, кстати, бизнес я забрал. Теперь это мой бизнес обратно. Он как бы и был мой, просто на время я давал его Матвею. Поза вчера финка была 1 миллион. Вчера финка была 800 тысяч. Но вчера я продукцию завозил, поэтому финка до миллиона не дошла. Павлим комплекты. Сейчас починим целость на магнуме и будем, в принципе, работать. Первый раз, конечно же, у меня не получилось починить целость на магнуме. Вот на самом деле я не люблю чинить целости, даже на своих машинах, потому что, ну это, блин, реально бесит. Когда ты тратишь по несколько ремок, и у тебя ничего не получается. Там написано то, что процент 50 на 50. Но почему-то оно так не работает. Оно может 10 раз не подчиниться и только с 11 раза подчиниться. Не, конечно, бывает с первого раза чиниться, я не спорю. Бывает со второго раза чиниться. Но когда не чиниться 10 раз подряд, это, конечно, жопа. И не без сути, пацаны, я проснулся, только недавно могу немножко тупить, заговариваться. Время 8 утра, по украинскому времени, по МСК, 9 утра. Мне еще надо дальнобойщикам, кстати, устроиться. Я вчера запылял машины ТК, поэтому я устроен сейчас механиком. Самое еще приятное, то, что починили задний ход. Теперь он постоянно вот такой вот, нормальный. Вот это реально очень крутое обновление, пацаны. Вот это прям, наверное, самое лучшее обновление за все время. 17-го часа, вчера был след, 16.00, и пацанчик с 16.00 Фомы словил эту ЗС-ку. Калян Гроссман словил эту заправочку. У него еще, кстати, в этот день было день рождения. Я его поздравляю, если он смотрит этот видосик. Прошедшим тебя там счастья, здоровья. Просто я не знал, что у него день рождения. Вы прикиньте просто, он свое день рождения просто взял и словил ЗС-ку по ГОСу. Я считаю, что это максимально круто, и я за него только рад. Если что, пацаны, компания по-прежнему как бы у нас находится просто на Егоре. На Егор Вилла находится эта компания. Я здесь заместитель в этой компании, поэтому все хорошо, пацаны. Не переживайте. Бля, какого хуйня у него одежда, как у меня? Ты охуел, бля, дядя. Плагиатер или что, бля? Путал рамсы вообще, бля. Забыл, кто тут, бля. Кто-то батя на районе, нахуй. А? Дядя вы, э. Так, давайте сейчас, наверное, на завод поедем. Кстати, по новой дороге, вот эта, которая длинная такая. С Тудельем я еще не ездил, разве на Магнуме? На личной машине обычно я ездил. А вот на Магнуме я еще там не был, поэтому сегодня мы обязательно должны там проехаться. Скорее всего, можно на Магнум ставить теперь Нитро. Но если бы, скорее всего, нельзя было ставить Нитро на Магнум, то оно бы здесь не отображалось. Было бы реально круто Нитро поставить на Магнум. Прикиньте, как бы он разгонялся с третьим чипом. Если что, подставлю я третий чип с Титом Магнуме, и у меня сотый скилл Дальнобойщика для тех, кто не знает. Кстати, братва, напишите, кто гоняет с видом от первого лица. Честно, мне не очень нравится. Ну, в принципе, это удобно, как бы можно смотреть. Если хотите, если здесь будет много лайков, то давайте я запишу серию, где я всю серию буду работать от первого лица Дальнобойщиком. Ну, функционал реально хороший у еда от первого лица. Можно, как бы, на F3 это все настроить. Но я любитель, честно, ездить от третьего лица, поэтому, как бы, если хотите, можно будет попробовать записать видос, либо сделать стрим от первого лица, чисто гонять постоянно. Кстати, пацаны, у меня вот такой возник вопрос. Ох, блядь, чуть не провалился, вы видели? У меня такой возник вопрос, вот, например, да, сейчас, получается, ивент сталкер. Из-за ивента добавили новые рейсы. Это, получается, как я говорил, завод и Бусаева 2. Мне вот интересно, когда закончится ивент, они эти точки оставят, либо их уберут? Я считаю, было бы круто, если бы они эти точки оставили. Они просто оставят эти точки и вернут, получается, пригород и Эдова. Было бы реально очень круто. Видите, здесь, получается, одной балки нету. И там еще одной нету, видите? Видите, он как будто разваливается. Вот, видите, здесь одной балки нету, я могу провалиться? Не, не могу провалиться, но было бы смешно, если можно было бы провалиться. Реально, было бы прикольно, конечно. Не, ну мой всех такой симпатичный. Еще бы хотел пару слов сказать про новый навигатор. Видите, как он ображается по-новому. По мне, это не очень рпшно, потому что, ну, он как бы, ну, не на пол экрана, конечно, но все равно, как бы, он сильно выделяется, понимаете? И мне кажется, это не по рпшному. Ну, реально, он сильно большой какой-то навигатор. Сделали лучше бы, как GTA 5, на миникарте, чтобы просто маршрут был. Да, конечно, для новичков это будет очень удобно. Для тех, кто только начинает работать дальнобойщиком, и они знают, как бы, маршруты, именно места. То для этих людей будет, конечно, очень удобно. Поехали в Латкарина. Получается, вот, мы едем прямо, и здесь сейчас будет после особняков поворот. Конечно, я не знаю, как быстрее по плохой дороге ехать, либо через эту дорогу. Но, в любом случае, я хочу поехать через эту дорогу. По новой дороге я вообще не ездил на фуре, понимаете? Вот первый раз сейчас еду на фуре по этой дороге. Поэтому, вот, как-то так. Но, в целом, они красавчики то, что сделали такую дорогу, потому что такую дорогу я еще нигде не видел, и она реально очень классная. Ну, была бы она поровнее, можно было бы здесь эти гоночки проводить. И просто на всех парах, пацаны, разгоняемся. 180. Видите, упирается в максималку. Вот хреново то, что у него ограничения есть. Если бы не было ограничения, я думал, он бы с горки 200 поехал. Ох, как я шатался. Сейчас 200к накатал, сегодня 100к пока что. Нормально, молодец, красавчик, пацан, работает. Просто реально хочу максимально сегодня показать новые дороги, новые, получается, точки, чтобы вы, в принципе, знали, как это все выглядит, как это все работает. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь надо поаккуратнее быть, пацаны. Вот здесь надо быть поаккуратнее, потому что можно жестко улететь. Аккуратненько, аккуратненько. Вот видите, ладно, если мы улетим, как бы, направо. Ничего страшного. Налево, как бы, там уже вода у нас находится, поэтому опасненько будет. В целом, дорога реально нормальная. Но если здесь лоп-лоп столкнуться, конечно, будет неприятно. Сейчас будем уже заезжать в туннель. Но я даже не знаю, куда быстрее, пацаны, через тюрьму ехать или через вот эту дорогу. Мне кажется, через эту дорогу будет быстрее, потому что прошла буквально минута, и мы уже почти доехали до моей компании. Вот еще один мостик, в принципе, есть, но не такой значительный вообще. Ох, как я в пару зашел, пафосно просто. На всех парах. Реально, то, что добавили завод, это очень круто. Ну, лично для меня это круто. Не знаю, как там для скиллов поменьше, но для меня реально это круто, потому что, получается, там находится порт, и рядом находится завод. И реально это очень круто. То есть, смотрите, лесорубы, порт, завод. И там всегда очень пиздатые рейсы в юшку. То есть, реально можно хороший денег зарабатывать. Но это лично для моего скилла. Для остальных я, честно, не знаю. Ну, реально удобно. Вот, смотрите, там порт, лесорубы, и вот завод просто рядом. Ну, не совсем, конечно, рядом, но не очень далеко. И рейсы здесь всегда реально кайфовые. Здесь и сотые скиллы, и девяностые скиллы есть, и восьмидесятые. Вот реально вот эта точка, новый завод, мне очень понравилось. То есть, реально стало намного лучше катать рейсы. В порту есть сотый скилл. Давайте поедем, возьмем его. Вот утром реально по кайфу катать, потому что кто-то на учебе, кто-то еще спит. То есть, мало сейчас людей, у которых есть, допустим, сотый скилл, как у меня. И мне сейчас очень классно катать рейсы, потому что я могу заработать за час, там, например, спокойно 700 тысяч. Я надеюсь, пацаны, что вам понравилась эта серия, потому что я чисто решил записать серию, чтобы показать вам новые точки и новые дороги. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте введите мой промокод. Вся информация, которая вам нужна, есть в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok